Всем привет! Сегодня у нас в городе был замечен медведь. Это уже не первый случай, когда косолапый приходит к нам в гости. Проблема стала действительно серьезной, и дикие звери, не только медведи, приходят в наш город чаще. Трудно сказать, с чем это связано. Может быть с тем, что не хватает пищи, а может быть популяция слишком большая. Такое случается, когда на животных практически не охотятся. Лично я склоняюсь к первому варианту. Возможно, после путины рыбы очень мало, и медведи к нам заглядывают в город. Но и второй вариант тоже снимать с повестки нельзя, так как наше поколение, 90-е, нулевые, совершенно не хотят заниматься охотой, не хотят этим увлекаться. Ну, может быть и правильно. Все-таки это насилие над животными, и наше поколение воспитывалось в других ценностях. К сожалению, проблемы существуют, и медведи, которые являются самыми опасными хищниками для человека, разгуливают по нашим улицам. Так случилось, что мне сегодня пришлось собирать маму с работы. Она побоялась идти одна домой, хотя живет она неподалеку от работы. По пути нашего исследования я выяснил, что медведь находится на Карпышево, как раз в том районе, где находится детский сад мамы. Мы приехали домой и узнали, что медведь шел именно к нам на маховую, то есть зверь, по идее, был где-то рядом. Если честно, страшно. Страшно за себя, за близких, за женщин, детей. Самых, наверное, беззащитных в данной ситуации. Хотя я не думаю, что мужчина может вручную справиться с огромным зверем, даже молодым. Как мне потом рассказали позднее, разгвардия выехала на вызов и достигла медведя на маховой. Но медведь ушел в лес. Я подумал, что разгвардицы не стреляли, потому что это все-таки жилой район и есть риск попасть в человека. Тем не менее, затем пришли новости, что животное все-таки пристрелили. Не знаю, тот ли это медведь или не тот на фотографии, но тем не менее, это так. Я ни в коем случае не призываю к насилию над животными, мне все это самому очень грустно. Но в такой ситуации, когда люди боятся сами выходить и выпускать детей на улицу, я думаю, что это наименьшее изо, что мы можем сделать. Или сохранить жизнь человеку, уничтожив медведя, или сохранить жизнь медведю и тем самым подвергнуть опасности всех людей, которые живут в нашем городе. Слава богу, что сегодня все закончилось так хорошо. Надеюсь, что так будет всегда. Но я желаю всем людям здоровья, любви, благополучия, да и медведям тоже. Я не думаю, что они виноваты в том, что они приходят в город и ищут пропитание. Всем пока-пока, до встречи.